Здравствуйте! Сегодня у нас проходит вводное занятие курса «Путь самохода». И вначале, как всегда, нужно представиться. Меня зовут Сергей Фиталий Александрович. Мне 50 лет, за плечами практически 50 избирательных компаний и политических компаний. Я работал как в различных партийных организациях, начиная со социал-демократической партии Российской Федерации. Работал в других политических партиях в более поздний период. Был помощником депутата, сам был муниципальным депутатом. Так что всю эту внутреннюю кухню выборную я знаю с разных сторон. Но помимо этого я был руководителем компании, руководителем юридического направления компании, политическим стратегистом. Собственно, политическая стратегия является моей основной специализацией. Если вам будет интересно узнать в этой части, то на том же ресурсе СММ-политологии у вас ссылочка есть. Находится курс, как бы предваряющий этот курс. Это выбор 2022 «Наука побеждать». Там значительная часть посвящена именно политической стратегии. Но сейчас у нас уже началось горячее время. И нужно делать многие решительные шаги. И раскачиваться, собственно, много времени нет. Можно сейчас сделать необходимое. У вас будет небольшое время на подумать, в том числе прицелиться и изменить, либо составить стратегию, обратившись к специалистам, либо сделав это самим. Возможно, просто изучив наш курс, понятно, что лучше обратиться к специалистам. И уже активным образом вести избирательную кампанию. На слайдах представлен мой опыт. Я был дважды доверенным лицом президента у Ирины Хакамады и Прохорова. Ну, а за кампанию в Хабаровске, соответственно, за выбор на выбор губернатора Хабаровского края, тогда я сбрали Фургала, ну, я получил, соответственно, профессиональную премию в области лучшей политической стратегии. Итак, что такое выборы? Выборы – это всего лишь форма организации, форма участия граждан в организации проведения и осуществления государственной власти. Осуществляется она либо если лицо избирается на исполнительной функции, либо если лицо становится депутатом. То есть, выбирается в органы власти как представитель воли избирателей, либо по территории, либо, соответственно, определенных политических, либо социальных взглядов и убеждений. Многие межуются и думают, что, в том числе сейчас, что вот, как-то неблагородно, несвоевременно, у меня какие-то не те интересы, хождение на выборах. Нужно прекрасно понимать, что депутаты работают не только в законодательных органах и не только в органах самоуправления, они еще являются представителями. Если за вас проголосует значительная часть населения, значит, аналогичное устремление вашим или таких людей, как вы, есть желание видеть в органах самоуправления достаточно большого количества сограждан. Их голос, их мнение должно быть представлено. Поэтому, если вы считаете, что вы можете его адекватно выразить, пусть оно даже вам кажется групповым или корыстным, или несвоевременным, на выборы идти надо. Ну, понятно, что проявлять осторожность, но об этом мы проговорим на курсе. Что же при этом, когда вы выдвигаетесь, нужно знать? Безусловно, нужно знать законодательство о выборах. Нужно знать психологию общения, проблемы территории, проблемы избирателей, политическую ситуацию на территории. Вот это вся ситуация, которая касается уже политической стратегии. Если вы чувствуете, что вы на этих выборах можете выдвинуться, и у вас есть такое желание, вы не можете точно просчитать всей ситуации по округу, и вам уже даже поздно обращаться, в принципе, за помощью к стратегистам или к специалистам, или хотя бы за консультацией. Вы можете подать документы и провести предварительное выдвижение, а потом подумать, стоит ли вам оставаться в списках. Но, безусловно, лучше, если вы, скажем, сейчас, прослушав курс, начав готовить документы, обратитесь к тем, кто может вам помочь, либо сами сделаете необходимые действия, чтобы разобраться в основных моментах избирательной кампании. Понятно, что наш курс сильно вам поможет в этом. Потому что курс посвящен в значительной мере практическим вопросам. Вам нужно, как кандидату, уметь оформлять документы на участие в выборах, уметь открыть и вести, закрывать избирательный счет, уметь говорить с людьми, правильно подбирать интонацию, в том числе голоса, темп голоса, и организовывать сами эти встречи. Выпускать АПМ, вести агитацию через средства массовой информации и интернет. Организовывать сам процесс выборов. То есть, это достаточно большой круг задач, которые обычно делают профессионалы. Но на выборах есть всегда дилемма. Дилемма называется «Люди, время, деньги». И вы можете точно не знать, соответственно, когда вам что потребуется, какие у вас ресурсы будут. Но вы можете заместить одни ресурсы другими. То есть, начав раньше, вам потребуется меньше ресурсов денежных. И у вас останется время, чтобы, возможно, заместить, в том числе, ресурсы люди. Поскольку вы сами будете обучаться, вы хотя бы будете понимать, о чём говорят специалисты, и хотя бы сможете почувствовать или увидеть угрозы или те сложности, которые могут возникать у вас в компании. В этом году у нас, соответственно, проходит большое количество выборов. Хотя год относительно небольшой по выборам. И это связано отнюдь не с общеполитической ситуацией, с изменениями глобальными и с внешней ситуацией у наших границ. Просто так сложилось, что в этом году очередные или предполагаемые выборы есть только примерно вдвое меньше по объёму, по числу случаев, чем в обычный в средний год. Нет больших федеральных выборов. Меньше выборов губернаторов. Их всего, соответственно, 15. Причём один избирается по избирательному округу. Это как бы меньше, чем одна пятая. Соответственно, количество избираемых людей тоже относительно меньше. Но и сам интерес к выборам в этом году изменился. Многие в этом году будут придерживать свой интерес. Они не будут выдвигаться. И значит, у вас появляется шанс. У вас появляется шанс выйти со своей позиции, рассказать о ней, показать, что вы то лицо, которое избиратели давно ждали. Поэтому необходимо его, этот шанс, не упустить. Каким же образом у нас происходит выдвижение? У нас федеральный закон номер 67. Запомните ФЗ 67 для себя, потому что это фактически избирательный кодекс Российской Федерации. Предусматривает три формы выдвижения. Человек выдвигается самостоятельно, то есть, самовыдвиженец. Его выдвигает партия. Причем партия выдвигает либо в рамках партийного списка по единому округу, либо по одномандатному округу. Преимущественно на курсе мы будем говорить материалы, которые касаются самовыдвиженцев. Но вся эта информация пройдется в самом начале. Если кандидат выдвинут в политической партии, то он тоже сможет воспользоваться материалами курса, потому что вопросы агитации, вопросы составления направлений на избирательные участки и другие вопросы имеют общее регулирование, независимо от формы выдвижения. И полезно будет знать это любому кандидату, независимо от формы выдвижения. Итак, вот посмотрите на те таблички, которые, соответственно, у вас перед глазами. Вы видите, сколько избирателей, сколько кандидатов было выдвинуто в различные годы. В данном случае мы взяли кампанию, просто модально кампанию 2019 года. Было выдвинуто на выборах в различные органы. Сколько из них было выдвинуто от политических партий. И сколько было выдвинуто от одномандатных малых избирательных партий. И сколько было выдвинуто было самовыдвиженцами. Посмотрев предыдущий слайд и слайд, который перед вами сейчас, вы можете заметить, что вероятность избрания у одномандатника на самом деле даже выше, чем у кандидата, выдвинутого непарламентской партии. И это еще один шанс, которым вам предстоит воспользоваться. И воспользоваться этим открывающимся шансом вам во многом поможет наш курс «Путь самохода». Он состоит из нескольких образовательных вебинаров и будет полезен, как я уже сказал, как выдвигающимся самостоятельно, так и другим участвующим в выборах. И это вы увидите по программе. Я уже сам коротко представился. И, соответственно, я являюсь одним из авторов этого курса. Помимо меня, различные вебинары на курсе будут вести Алексей Витюков. Он один из лучших полевиков в Российской Федерации. Я бы сказал, это лучший, соответственно, мастер пикетов, с которым мне приходилось работать. И он прекрасно умеет работать с голосом, умеет ставить речь депутата и кандидата в депутаты. Во всяком случае, все, с кем он работал, в направлении речи и голоса выиграли. Хотя, безусловно, это заслуга команды и кандидата. И Виталий Ермолаев, который ведет курс СНМ «Политология», на чьей платформе, собственно, мы и размещаем наши небольшие вебинары. Виталий будет, соответственно, вступать в темах, которые связаны со СМИ и с агитацией в интернете. Еще раз подчеркиваю, что отдельно на платформе есть уже размещенные курсы, касающиеся политической стратегии и общих вопросов тактики избирательной кампании. Это «Наука побеждать», «Выборы 2020-2022». И, соответственно, курсы СММ «Политология». «ПолитСММ», который ведет, опять же, наш уважаемый хозяин платформы. Очень интересный курс. И если вы начнете его использовать, то и на этих выборах вам удастся решить многие вопросы, имея даже ограниченные ресурсы. Ну, не хлебом единым. Так что же входит наш курс «Путь самохода». Итак, в июне проходят, собственно, все занятия, которые касаются в основном именно самовыдвиженцев. После сегодняшнего вводного занятия, соответственно, вторник, среду и четверг, то есть в свой день рождения включительно, я буду рассказывать, какие документы должны быть собраны самоходом, самовыдвиженцем, как их представить в комиссию, какие есть там подводные камни, как самому себе не испортить выдвижение, как оформлять то, что относительно простые формы в комиссии. Но мы же понимаем, что даже опытный депутат и даже юрист, который не является выборным, сталкивается с этими документами один раз в 4-5 лет. И они за это время успевают еще к тому же измениться. Следующая важная тема, она будет состоять из двух тем. Эта тема охватывает наиболее тяжелый вопрос, потому что именно это основное препятствие для самовыдвиженца, для того, чтобы он был включен в списки для голосования, это сбор подписей. Отдельно я остановлюсь на юридических вопросах, как заполнять, какие документы нужны, как правильно осуществлять последовательность действий, соответственно, по заполнению этого листа. И отдельно будут организационные вопросы, как организовать сбор подписей, как, соответственно, осуществить сам сбор подписей, как привлечь и обучить сборщиков, как отследить этот процесс, как, соответственно, подвести его итоги и как уже в готовом виде осуществить подачу в комиссию. На самом деле это очень интересный и технологичный процесс, и зачастую нарушения на последующих этапах зарубают прекрасную работу сборщиков в самом начале. Поэтому занятие разбито на два этапа, чтобы вы успевали после первого составить вопросы, успевали понять, что же нужно делать и начать строить самостоятельно понимание того, как организовать процесс, а уже как его организовать, я расскажу 30-го на втором занятии по этой теме, как правильно и после этого вероятность того, что вы не пройдете этот барьер резко снизится. Понятно, стопроцентной гарантии никто не дает, но в том числе такие подводные камни, и как можно потом их будет оспорить уже после сдачи, когда вы все сделали идеально, тоже будет сказано на этих занятиях. И июль начнется с отдельного блока, который ведет Витяков Алексей, он будет посвящен голосу политик. Мы знаем, что у нас у всех есть особенности голоса, и они в ситуации, когда мы в бытовой играем одним образом, а в ситуации рабочие играют другим образом, а в политической ситуации, в политическом говорении голос может восприниматься чуть-чуть по-другому, и чуть-чуть нужно его подготовить. Вот сейчас я, например, говорю, и вы уже чувствуете, что у меня немножечко напряжен голос. Сейчас я его расслаблю, он будет более расслабленный, и вы почувствуете, что он звучит уже совершенно по-другому. Вот каким образом научиться работать со своим голосом, причем понятно, что это только элементарные вещи, но даже эти элементарные вещи позволят вам активно агитировать, позволят вам создать образ политики. Вот этому посвящены три занятия, которые пойдут в начале с 5 по 9 июля, и которые будет вести наш коллега Алексей Витяков. В июле мы рассмотрим отдельную избирательную бухгалтерию, открытие и ведение избирательного счета, закрытие мы рассмотрим позже, в сентябре. Будет отдельное занятие, посвященное политической речи, то есть не просто голосу, а райтингу эту часть занятия буду вести я, то есть как правильно написать политическую речь, и, соответственно, тому, как правильно ее произнести. Это будет вести Алексей Витяков, то есть ораторские приемы и позы и так далее. Речь должна быть убедительной, но она должна быть убедительной и по форме, и по содержанию. Поэтому два занятия, одно посвящено форме речи, второе – ее содержание. Следующее занятие очень интересное, и оно будет полезно, безусловно, всем. Мы знаем, что сейчас достаточно есть жесткие политические рамки, и в этих рамках нужно вести агитацию, нужно доносить свою точку зрения. Соответственно, вместе с Виталием Ермолаевым мы на двух занятиях расскажем, как правильно провести агитацию сейчас, чтобы высказать свою точку зрения, остаться честным между собой и своим избирателем, и при этом соответствовать нормам закона, не нарушать их, и в чем это касается всего политического спектра. То есть, вы, возможно, именно этот вопрос вас сдерживает для выдвижения на выборы. Как вести агитацию в этих условиях, мы расскажем на отдельных двух занятиях, которые будут у нас в конце июля. Отдельное занятие будет посвящено плакату, этим будут венчаться занятия июля. У нас у технологов много претензий к дизайнерам и сам себе технологам, то есть к кандидатам, которые выдвигаются, они зачастую нарушают некоторые политические требования к плакату, и как бы плакат перестает нести той роли агитационной, которую он должен нести. На самом деле там не так много правил и требований, и хотя бы понимать их, чтобы прийти к дизайнеру и сказать, я хочу это, это, это и это. То есть составить ему хорошее техническое задание. И потом проверить. Чтобы на выходе получить агитирующий плакат, этому и будет посвящено это занятие. В августе у нас с самого начала пойдет тема, которая касается полевых, уже полевых и СММ-технологий. Соответственно, это первое, это встреча с избирателями, где Алексей Витяков расскажет о том, как подготовить встречу, как ее вести. Это два занятия. Будет отдельно занятие посвящено электронным каналам коммуникации, то есть интернету, телевидению и радио. Мы, соответственно, там разбиваем по одному занятию, ведем с Виталием Ермолаевым. И последнее занятие в середине месяца из этого блока будет идти. Это пикет лучше для агитации нет, лучше в поле нет. Вот истей Алексей Витяков, который хорошо разбирается во всех вопросах технологии пикетов, как в правовых, в организационных, так и в том числе технических. То есть именно технических, не технологических, а технических, то есть железков всех. Он расскажет о том, как правильно поставить пикеты, чтобы они работали, именно рабочие пикеты, и чтобы у вас не было претензий от органов власти, во всяком случае законных претензий. Понятно, что финалом этого блока будет подготовка к наблюдению на выборах и защите голосов. Но это будет уже понятно, что в конце месяца и в начале сентября. Соответственно, все эти блоки можно взять целиком, то есть поучаствовать во всех, в каждом занятии, задавать вопросы, либо причем по трем разным тарифам. Соответственно, есть случительский тариф, когда он фактически без обратной связи. Есть тариф, который практически, тариф практик, где он предполагает некоторые получения, поймем получения сертификата, некоторые домашние задания. Понятно, что они актуального плана. То есть мы не как на выборах Гонолулу, а так, как на текущих выборах. То есть мы сделаете тот, или пришлите, как вы сделали тот. То есть проверяя задания, мы как бы вам еще даем небольшую консультацию по этому вопросу. И помимо этого к данному курсу предлагаются несколько дополнительных мини-курсов от Виталия Ермолаева по политическому СММ. Есть тариф профи, в котором тоже можно получить все эти блоки. И здесь значительно больше дополнительных функций. И есть консультация. Консультация с СММ-технологом и консультация с политстратегистом. То есть либо со мной, либо с Виталием Ермолаевым, где мы сможем, соответственно, уже разобрать конкретно ваш случай, дать вам конкретные рекомендации касательно того, что делаете вы. Понятно, это всего один час того и у другого. Но я думаю, что вам в ходе кампании он может быть полезен. Соответственно, цены вы видите на сайте. Но по тому объему информации, честно сказать, они крайне невелики. То есть слушательский тариф 990 рублей, 14 990 тариф практик и 16 790 рублей, 16 790 рублей это тариф профи. То есть почти 10 тысяч, почти 15 тысяч и 16 790. Это не такие большие затраты для получения актуальной и серьезной фактически объема политических консультаций. Но есть еще один вариант. Вы можете, соответственно, в курсе взять отдельные курсы, отдельные блоки, потому они представлены блоками. Блоки имеют разную стоимость. Она колеблется от 1000 до 2500 рублей, потому что в блок иногда входят три занятия, иногда входят два занятия. Либо тематика сама по себе достаточно сложная и объемная. То есть занятий может быть два, а объем будет несколько больше. Вы можете выбрать и оформить, соответственно, на сайте, выкупить этот курс. Соответственно, посмотрите, ссылки на сайт есть. Если вам интересно, если вы считаете, что это поможет вам, введение собственной кампании или хотя бы тому, чтобы разобраться с требованием, которым вы можете предъявить своим сотрудникам штаба. А возможно, это поможет вашим сотрудникам штаба. То есть вы выберете отдельные курсы, и каждый отдельный курс будет смотреть кто-то из сотрудников штаба, который у вас есть. То вы можете обратиться на сайт, посмотреть. Рассылки по базе по-прежнему будут продолжаться перед каждым курсом. Курсы будут открываться последовательно. Понятно, что по мере получения заявок будет вестись еще общение с теми, кто обратился. Поэтому, подавая заявки, в принципе, вы можете задавать небольшие вопросы, и мы с удовольствием вам ответим на них и подскажем, каким образом сможем помочь. Потому что, вступая на путь по самоходу, мы приглашаем вас пройти его вместе. Поэтому предлагаем прийти на наш курс, выбрать его целиком, либо выбрать отдельными блоками и вместе прийти к победе. Спасибо. Спасибо.